МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе «Автопатруль 112». В ночном ДТП на проспекте Столетия Владивостока погиб молодой мотоциклист. На Владивосток обрушился очередной ливень. Затоплены дворы, дороги. С подпорных стен текут водопады. Задержан очередной курьер мошенников. Следователи констатируют, заработала новая схема. Ночью на проспекте Столетия Владивостока погиб мотоциклист. Парню был всего 21 год. Двигаясь в сторону Некрасовской, байкер влетел в стоящую после аварии Тойоту-Королу. Мотоцикл оказался полностью под колесами легковушки. Прибывшие на место происшествия медики больше получаса пытались откачать парня, но тщетно молодой мужчина скончался. Водитель легковушки в ДТП не пострадал. Очередного курьера мошенников задержали полицейские во Владивостоке. Но в этот раз злоумышленники немного изменили схему. Один из них звонил доверчивым пенсионерам, представившись сотрудником правоохранительных органов. Сообщал, что те подозреваются в государственной измене, так как с их счетов переведены деньги в другую страну. А для проведения расследования нужно собрать определенную сумму и передать курьеру для сверки номеров на банкнотах. На эту уловку попалась пожилая жительница краевого центра, подарив мошенникам 130 тысяч рублей. Личность курьера установлена, им оказался строитель, который захотел подзаработать нечестным путем. Установлено, что 36-летний местный житель получал в мессенджере от неизвестного работодателя адреса, по которым нужно было приезжать и забирать у обманутых пенсионеров деньги. Полученные денежные средства мужчина переводил на банковский счет своего работодателя, а себе оставлял 2% от суммы в качестве вознаграждения. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу. Двигаясь из заводского в Артем, на втором километре автодороги Владивосток, находка Суражевка, Кролевцы, 29-летний водитель Тойоты Спринтер Марина, не справился с управлением и слетел с трассы в Кювет. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Сейчас он в медучреждении в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. По данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморья срегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали 7 человек, из них 1 ребенок. К сожалению, 1 человек погиб. Повреждено 92 транспортных средства. Еще одна ночная авария произошла чуть дальше в сторону загорода в районе Академической. Водитель Тойоты Сай не справился с управлением и положил машину на крышу. Таксист сбежал с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД. На Владивосток обрушился очередной ливень. И хотя его последствия не столь мощные, на дороге Краевой столицы вышли 56 единиц техники и 53 дорожных рабочих. Для лучшего схода воды открыты ливневки. Глобальных подтоплений нет. Потоки воды наблюдались лишь в местах традиционно низких. На Жигура-18 размыло грунт под припаркованной машиной. Шикарный водопад наблюдали водители на Сочинской. Стоящие рядом машины приняли душ. Затопило стадион 39-й школы на Эгершельде. По мнению местных жителей, возможно, подрядчик, строящийся рядом многоэтажки, при проведении земляных работ мог нарушить дренажную систему стадиона. В соцсетях есть и кадры затопленных элитных новостроек и лестниц в центре города. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова